Приходит женщина с маленьким ребенком к доктору. Ну и говорит, доктор, ребенок стал такой беспокойный, что мы просто вот решили обратиться за помощью. Доктор осмотрел ребенка, потом говорит, слушайте, а он у вас на грудном, либо на искусственном скармливании? Она говорит, на грудном. Он говорит, так, раздевайтесь до пояса, я вас осмотрю. Женщина говорит, нет, доктор, вы понимаете. Он говорит, раздевайтесь до пояса. Она, доктор, да дело в том, что... Я вам сказала, раздевайтесь до пояса. Вы в кабинете доктора. Женщина разделась, он подошел, долго осматривал ее грудь, трогал, жмякал, щупал. Потом говорит, слушайте, так у вас же молока нет. Ну, естественно, ребенок будет беспокойный, потому что он голоден. Женщина на него посмотрела и говорит, «Вообще-то я его тетя. Ну, в принципе, я рада, что зашла». Урок. Учительница говорит, «Дети, какие вы знаете деньги?» И тут посыпалась со всех сторон от фунтов до тугриков. Вовочка тянет руку, «Марья Ивановна, Марья Ивановна!» Она, «Да, Вовочка!» Он, «А еще есть деревянные». Учительница говорит, «Ну, Вовочка, ну ты же понимаешь, что таких денег не бывает». Он, «Как это не бывает?» Вчера к нам в гости приходила соседка и хвасталась моей маме, что была на курорте и всего за три палки купила себе кремпленовый костюм. Двое мужчин воруют картошку на колхозном поле. Ну, один другому говорит, «Слушай, а что ты со своей картошкой будешь делать?» Он говорит, «Ну, как что?» «Я ее отвезу своей прекрасной жене. Она приготовит вкуснейший ужин. Мы выпьем по рюмочке, а потом будет просто безумная страстная ночь любви. А ты что со своей будешь делать?» «Тот, «Мляха, я хотел на рынке продать, но, походу, тоже твоей жене отвезу». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!»